Музыка Все футбольные лиги мира замерли в ожидании решающих отборочных игр национальных сборных. Команды готовятся показать все самое лучшее, чтобы пробиться на чемпионат мира по футболу. Ну а Самара продолжает готовиться принять этот турнир. С вами программа «Самара в игре». С вами Андрей Горгуленко. Смотрите в этом выпуске. Российские строящиеся стадионы инспектируют эксперты FIFA. На улице Арена 2018 укладывают верхний слой асфальта и ставят фонари. Подготовка к чемпионату мира по футболу вышла на финишную прямую. Итоги работы и задачи на будущее обсуждали на заседании городского штаба. В Самару приехали участники шестого операционного визита FIFA и Оргкомитета Россия 2018. Делегация в течение двух недель посетит восемь городов-организаторов чемпионата мира по футболу, которые не принимали Кубок Конфедерации. Они на практике будут смотреть, как будет организована работа во время проведения игр мундиаля. Ну а что впечатлило гостей на Самарском стадионе, узнаем в рубрике «Добро пожаловать». В Чаше Самара-Арены готовят основу для футбольного поля. На нее ляжет рулонный газон толщиной 30 мм. Поле после посева и врастания укрепят прошивкой специальными полимерными нитями. Такой газон является гибридным, что позволяет повысить его долговечность и улучшить внешний вид. Это весьма важно, ведь с любой точки трибун поле как на ладони, что и впечатлило иностранных гостей из Мировой футбольной федерации. Уже сейчас, находясь в чаше стадиона, можно представить, какая здесь будет атмосфера, особенно на матчах сборной России 1-8 и четверть финала. Обзор, открывающийся с трибун, будет очень хороший. Это настоящий футбольный стадион. Абсолютно со всех мест ощущается близость поля. Самарский стадион посетили участники шестого операционного визита FIFA и Оркомитета «Россия-2018». На стройплощадке сразу девять экспертных групп. Они состоят из специалистов области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, логистики, работы СМИ и реализации билетных программ. Главная цель – обсудить на месте взаимодействие всех направлений во время игр Чемпионата мира. У нас задача – это не выступить с критикой или взять на себя несвойственные нам функции. Мы не строительный контроль. Это больше рабочий визит, основной целью которого является оптимизация всех наших операций во время организации матчей. Здесь разные функции между собой решают, как они будут взаимодействовать. Задача делегации – достичь практических решений, которые позволят максимально эффективно построить подготовку к турниру. Все пожелания экспертов FIFA, которые оставили гостя после посещения арены, непременно будут взяты на карандаш областным правительством. Инспекционный визит FIFA, он как раз и является главным действием, пожалуй, в тех ревизии сделанного и ревизии тех проблемных зон, которые существуют. Поэтому по итогам визита, по итогам подготовки отчета, как раз можно будет считать, что мы с этой работой закончили. Сейчас на стадионе продолжаются работы по монтажу кровли. Параллельно идет нанесение антикоррозийного покрытия на металлоконструкции купола. Вовсю кипит работа и во внутренних помещениях. Там сейчас делают стяжку пола, штукатурят и шпаклюют стены, устанавливают двери и наружные витражи. На территории вокруг стадиона укладывают асфальт и проводят озеленение. Первые травинки пробиваются и на тренировочных полях, которые уже засеяли. Там качество газона будет точно таким же, как и на основном футбольном поле. А после Самары эксперты FIFA отправились в Саранск. Стадион, аэропорт, гостиницы, тренировочные площадки смотрели все, что готовит столица Мордовии к предстоящему первенству. Когда местная арена там примет первые футбольные матчи, расскажут наши коллеги в эксклюзивной рубрике «География ЧМ-18». Вот так сейчас выглядит чаша стадиона Мордовия-арена изнутри. Находится здесь можно только в строительной каске. Без нее внутрь просто не пускают. Как утверждают строители, на территории стадиона сейчас работает примерно 5000 человек. Это самое большое количество за всю историю строительства стадиона. И видно, что на поле готовится вот-вот засеять газон. Основные работы по строительству стадиона завершены впереди благоустройство. Рабочие монтируют сектора. За встречами национальных сборных воочию смогут наблюдать 40 тысяч болельщиков. Причем даже с самой высокой точки, как убедились представители оргкомитета чемпионата, футбольное поле словно на ладони. Сроки очень сжатые, но мы видим, что работы ведутся в очень активном, динамическом темпе. Хотим заверить вас, что будем работать очень активно со всеми вовлеченными сторонами. И вернемся сюда уже в следующем году, чтобы принять участие в тестовых мероприятиях. Полю сегодня у экспертов пристальное внимание. По требованию FIFA покрытие может быть исключительно натуральным. Через неделю здесь засеют 600 килограммов семян мятника и райгаса. В одной команде эти виды трав благодаря системе подогрева смогут оставаться зелеными целый год. Сейчас главное, чтобы газон удачно пережил зиму. Здесь мы не констатируем оставание по отдельным видам работы. И ожидаем, что строительная готовность будет в соответствии с госконтрактом обеспечена к концу декабря. Кроме стадиона, эксперты FIFA оценили ход работ в Саранском аэропорту, а также на тренировочных площадках. Они полностью завершены. После игр чемпионата эти поля будут активно работать уже в режиме наследия. Будущие стадионы, безусловно, его интенсивная эксплуатация. Прежде всего по организации и проведению спортивных мероприятий, футбола и не только культурно-массовых мероприятий. Кроме того, вся прилегающая инфраструктура, которая сейчас делается и будет сделана вокруг стадиона, она тоже будет неким элементом протяжения сюда людей. Первый тестовый матч и официальное открытие стадиона запланировано на 21 апреля. И у FIFA пока нет оснований сомневаться в этой дате. На улице Арена-2018, что ведет к главному стадиону, уже начали укладывать верхний слой асфальта, устанавливать фонари и обустраивать пешеходные переходы. Согласно проекту, это будут 2,5 километра, оборудованные по самым современным стандартам. Ну а когда на новой дороге можно будет проехать на машине, ответ узнаем в следующем материале. Сегодня здесь все готово для нанесения верхнего слоя асфальта. А уже 30 ноября по улице Арена-2018 пойдут первые машины. Еще через полгода это будет основная дорога к месту проведения международного футбольного турнира. Строительство началось в мае 2016 года. Перед тем, как приступить к работе, потребовалось расчистить путь. Одним из препятствий на пути строителей было озеро. Его пришлось частично засыпать. Зато по окончании всех работ водоем очистят, укрепят и благоустроят территорию вокруг так, чтобы он стал достопримечательностью этой улицы. В итоге город получит самую современную дорогу. Улица Арена-2018 соединит Демократическую и Волжское шоссе и примыкает к дальней с выходом на Московское шоссе. Улица по две полосы в каждом направлении. Проезжую часть разделяет шестиметровые полоса, на которой разместится часть инженерных сетей и линий наружного освещения. Тротуар шириной 9 метров и подземные переходы предусмотрены для пропуска в условиях пиковой активности до 12 тысяч пешеходов в час. Именно такой поток зрителей ожидается в дни проведения Игр Чемпионата. А сегодня объект уже в высокой стадии готовности. Выполнены практически земляные работы на 100%, по устройству посетивающего песчаного основания 90%. Это у нас осталось соединиться с улицей Демократической. Готовимся к укладке верхнего слоя, допустим. Завтра мы начинаем ее укладку. Контроль качества проводится в современной лаборатории, которая работает на месте. Подрядчик обещает, что без ремонта эта дорога простоит как минимум 10 лет. Вдоль всей улицы предусмотрены 6 автобусных остановок, центральной из которых будет стадион Самара-Арена. О подготовках к Чемпионату мира выходит на финишную прямую. За оставшееся время нужно не только закончить грандиозные стройки, но и привести в порядок буквально каждый забор и фонарный столб. Итоги работы и задачи на предстоящий месяц обсуждали на заседании городского штаба. Подробности в рубрике «Самара» мы сделали. До чемпионата меньше года, и этот год войдет в историю Самары как время стремительного преображения города. На финишную прямую вышел капитальный ремонт площади Куйбышева. Уже в ноябре состоится традиционный парад памяти. Идет реконструкция Струковского сада и четвертой очереди набережной. Линия скоростного трамвая от улицы Ташкентская до стадиона будет построена в декабре, а в марте введена в эксплуатацию. Определены точки размещения билетных центров чемпионата. На заседании штаба, который провел глава «Самара» Олег Фурсов, обсуждали не только масштабные проекты. Сейчас важно привести в порядок каждый забор, столб и тротуар, чтобы ложкой дегтя не испортить все, что было сделано. Во всех районах города идет ремонт фасадов зданий. Город участвует во всех областных и федеральных программах по благоустройству, строительству дорог и развитию коммуникаций. Но есть возможность получить дополнительные деньги, как раз те, что идут в бюджет внутригородских районов. Предприниматели, которые до сих пор уходили от налогов, должны рассчитаться с городом. Тогда благоустроенных парков, дворов и улиц станет больше. Конечно, мы будем помогать, будем искать ресурсы. Но и вы, пожалуйста, при формировании районных бюджетов выстраивайте приоритеты. Мы с вами не добираем налоги в полной мере. Поэтому наводите порядок. У вас полномочия есть. Реклама на фасадах, акцизы. Губернатор обещал 80% этих доходов отдать вам. Вот, помните об этом. Это дополнительные ресурсы, за счет которых вы можете и свой район в разрезе гостевых маршрутов, туристических привести в порядок. На улице вышли 175 автобусов, троллейбусов и трамваев. Город приобрел 98 единиц техники для благоустройства. Еще 85 машин поступят в ближайшее время. И стартует всеобщий ликбез по английскому языку. Бюджетники будут изучать за счет государства. Коммерсанты за свой собственный. А вместе с тем для гостей чемпионата готовится культурная программа. В дни проведения мирового футбольного первенства будут работать театры, концертные площадки, выставки и туристические экскурсии. Капитальный ремонт фасадов по индивидуальному проекту. В Самаре к чемпионату мира приводят в порядок истинные 250 многоквартирных домов. В исторической части города и на гостевых маршрутах. В какие цвета они окрасятся, узнаем в следующем сюжете. Красноглинское шоссе 13. И для этой хрущевки в поселке Управленческий настали счастливые времена. Впервые более чем за полвека дом преобразился, рассказывает сторожил Светлана Пшеничникова. Капитально отремонтировали фасад. Утеплили и покрасили. И серого стал бежевым. Крыша теперь не течет, а дождь утекает по водосточной трубе. Балконы обшили железом. Поменяли козырьки на подъездах. Каким должен быть дом, строители спросили у жильцов. Обе стороны работы остались довольны. Не сразу, как говорится, Москва строилась. И у нас не сразу были выделены деньги на такой ремонт. Люди работали с 7 утра до 9 вечера. Такого никогда не было. Люди выносили у нас им водички попить, чайку попить горяченькую. Кроме 13-го дома на Красноглинском шоссе в эксплуатацию сдали по программе фонда капремонта 7 домов. На очереди еще 14. Работы закончены раньше срока, однако качество осталось на высоком уровне. За ремонтом круглосуточно наблюдают не только контролирующие органы, но и сами жители и общественники. Те, которые были замечания, исполнялись в процессе работы. Все, что осталось, немножко недоделанно, доделывается в течение 10 дней недели. И я думаю, нашим гостям будет очень приятно во время проведения чемпионата мира по футболу быть у нас в районе, где у нас очень такие красивые, скажем так, ракурсы домов. Масштабное преображение самарских домов происходит благодаря подготовке города к проведению чемпионата мира по футболу. В 2017 году фонд капремонта выделил деньги на фасады и крыши. Так, 8 домов на управленческом обошлись почти в 49 миллионов рублей. В Самаре таких объектов 250. В исторической части города и на гостевых маршрутах. До ноября этого года на 220 домах завершатся работы. Остальные будут готовы к концу весны года футбольного. Подрядные организации, производившие капитальный ремонт фасадов и крыш, прошли жесткий отбор в нескольких этапах. Также стоит отметить, что все подрядные организации самарские. Нареканий по качеству нет. Со стороны фонда капитального ремонта был еженедельный контроль, осуществлялся инженером. Все вопросы решались в рабочем порядке. В каком доме жить – оранжевым, зеленым или желтым – решали жители. Помогали сделать правильный выбор художники. Цвет для домов был согласован архитектурой города Самары. То есть собирались подписи от жителей, общались с жителями, выбирали какие цвета они хотят. Также составлялась архитектурная концепция города, по которой и производился выбор цвета для каждого дома. Все работы выполнены по всем существующим нормам, гостам, с использованием самых лучших материалов. Строители дают на свои работы пятилетнюю гарантию. Если случится фасадное недоразумение на их домах, то они за свой счет приведут стены и крыши в порядок. А вот волк за бивака – талисман чемпионата точно знает, что через две недели будет новый выпуск программы «Самара в игре». А это значит еще больше интересных новостей о подготовке к мундиалю. Увидимся на полях ваших телеэкранов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова